Всем привет! Сегодня хотим вам рассказать, где искать у лошади пульсацию пальцевых артерий. Что это такое? Пальцевые артерии это сосуды, которые снабжают кровью копыта лошади. Соответственно, если в копыте есть какое-то воспаление, травма, кровь по этой артерии будет приливать к копыту активно, там будет образовываться отек, деваться ему в копыте особо некуда, потому что там твердый рог, и все это будет очень болезненно, и артерия будет пульсировать. Сравнить это можно примерно с тем, как вот если вы сильно ударите палец, например, если вам лошадь прыгнет копытом на палец, то вот боль будет такая вот пульсирующая, и примерно то же самое будет у лошади в копыте. И если у вас вдруг лошадь внезапно по непонятной причине захромала, и вы звоните ветврачу в панике, то один из первых вопросов, который задаст вам ветврач, будет как раз, есть ли пульсация пальцевых артерий. Поэтому нужно уметь эти пальцевые артерии находить и определять, есть ли пульсация или нет. Вот у нас нижняя часть ноги лошади. Вот смотрите, вот здесь вот идет сухожилие, такое твердое. Можно подумать, что это кость, но нет, на самом деле это сухожилие. Вот идет поверхностный пальцевый сгибатель, под ним идет глубокий пальцевый сгибатель, дальше вот такая вот ложбиночка, и дальше идет связка межкостная. Это тоже не кость, хотя она очень твердая, это связка. Кость вот здесь вот спереди. И вот в этой ложбинке между сухожилием и связкой как раз проходит такой пучок вена артерии, нерв. Он так и называется ванн. И дальше он выходит на поверхность сустава вот здесь вот. И идет вниз, вот тут вот по бабке, дальше идет в копыта. Вот если посмотреть на картинке, он отмечен стрелочками. Соответственно, чтобы определить, найти пульсацию, найти вот эту вот артерию, вот она вот здесь вот выходит из вот этой вот ложбинки на сустав, и вот тут вот уже ее можно прощупать. Она ощущается как такая тоненькая трубочка с двух сторон. И вот можно щупать вот здесь, можно щупать вот здесь вот, вот тоже вот она тут есть. Не путайте вот здесь с такой вот более твердым образованием. Эта связка все еще идет тоже. Она более жесткая и ближе к зацепной части ноги. Вот, а артерия идет вот здесь вот, более сзади. И вот, соответственно, да, нащупываем вот здесь вот. Такая как мягенькая трубочка будет. И вот здесь вот можно проверять, есть ли пульсация. Можно вот так вот двумя пальцами, можно с двух сторон от сустава, как удобно. Можно вот здесь. В норме в здоровом копыте никакой пульсации быть не должно. Если лошадь активно подвигалась, то, в принципе, может быть такая вот еле заметная пульсация, но не больше. То есть если пульсация сильная, если у вас прямо стучит под пальцами в этом месте, то это уже, значит, есть проблема. Иногда так и говорят, копыта стучат. Поэтому очень советую найти у лошади вот эти вот артерии, их прощупать, чтобы понимать, где они находятся, как они ощущаются под пальцами, насколько там все тихо. В любом случае нужно знать, что для вашей лошади является нормой, чтобы можно было сравнивать. Для того, чтобы если вдруг, не дай бог, что-то случится, вы могли оперативно понять, есть пульсация или нет. Чаще всего в каких случаях возникает пульсация, если, например, у лошади абсцесс в копыте, или какой-то очень сильный ушиб копыта, или, не дай бог, перелом копытной кости, например, или еще более, не дай бог, ламинит. Вот при ламините пульсация будет, как правило, либо на обеих передних ногах, либо вообще на всех четырех. Потому что за исключением ламинитоопорной конечности, ламинит это такая штука, которая поражает либо две передних, либо все четыре копыта лошади. В курсе, как купить лошадь и жить с ней долго и счастливо, у нас есть целый раздел, целый модуль, посвященный ветеринарным вопросам. И в частности мы там подробно рассказываем, как измерить и оценить другие жизненно важные показатели здоровья лошади, такие как температура, пульс, частота дыхания, обезвоживание. Ссылочку на курс приложу в описании к видео. На этом всем пока, не болейте! Субтитры сделал DimaTorzok